С именем русского министра образования многие связывали серьезные надежды на отказ от самых идиозных сторон реформы. В частности, отмены пресловутого деления предметов на 60 на эстонском языке и 40 на русском. Доведенная до конца в 2011 году реформа русскоязычного образования декларировала, что вот уже пятый год 60 процентов предметов в гимназических классах преподается на эстонском языке. И это залог не только успешного владения языком, но и светлого будущего русскоязычных школьников. Эта реформа, архитекторами которой стали министры образования Лукас и Авикса, должна была благотворно отразиться на знании выпускниками гимназии эстонского языка, повысить их конкурентноспособность на рынке труда. Итоги министерского мониторинга показали, что поставленные цели достигнуты не были. Уровень владения эстонским языком у гимназистов остался фактически прежним. Основными проблемами министр назвал неготовность десятиклассников к учебе на эстонском в таком объеме. Надо начинать подтягивать язык до гимназии. Недостаточная владения языком преподавателей-предметников и отсутствие специально разработанных учебных материалов. Во-первых, исследование показало, что у нас на сегодняшний день уровень владения эстонским языком среди русскоязычных школьников никак не соответствует нашим ожиданиям. К концу основной школы треть учеников не достигают нужного уровня. В некоторых школах пропорция тех, кто не достигают этого уровня выше 50 процентов. И это, конечно же, напрямую влияет на возможности преподавания предметов на эстонском языке на уровне гимназии. Среди предполагаемых мер по спасению реформы — дополнительное обучение учителей, создание специальных самоучителей для учителей, которых будет обучено до 2020 года 350 человек. И планы по совместной деятельности молодых эстонцев и русских. Но бывший министр образования Малли Срепс убеждена, что обнародованная программа не оправдала надежды, а является лишь косметической. Если посмотреть, что Синовский делает, то Синовский очень много обещал. Очень много обещал, говорил, что это надо посмотреть, это надо посмотреть. Почти год прошло, и ничего не меняло. Если посмотреть или слушать сейчас Синовский, говорит, это то же самое, что Авикс говорил. И, конечно, это беда. Это... Я лично очень много ждала, и ничего, никакие результаты. И если сегодня посмотреть, что они в министерстве говорили, и то же самое, и то же самое. Делаем что-то, говорим что-то. А это самый вопрос, который не педагогический, это политический. Этот вопрос ничего не... никто не хочет отвечать. Министр Синовский отметил, что вопрос русскоязычного образования так и не удалось свести к собственнообразовательному. Он по-прежнему остается политическим. С этим согласна и бывшая руководительница ведомства Майли Срепс. Вот только политическую ангажированность они понимают по-разному. Пока же заложниками этих игр политиков остаются дети, которым на себе приходится испытывать последствия этих невинных с виду цифр — 60 и 40, избавиться от которых ни у кого не хватает политической воли. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.